Прежде чем начну, хочу поблагодарить всех, кто оставляет комментарии. Так я понимаю, что мой канал приносит пользу людям, и мне от этого радостно. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Антон Чехов. Старость. Архитектор, статский советник Узелков, приехал в свой родной город, куда он был вызван для реставрации кладбищенской церкви. В этом городе он родился, учился, вырос и женился. Но, вылезши из вагона, он едва узнал его. Все изменилось. 18 лет тому назад, когда он переселился в Питер, на том, например, месте, где теперь стоит вокзал, мульчуганы ловили сусликов. Теперь при въезде на главную улицу высится четырехэтажная вена с номерами. Тогда же тут тянулся безобразный серый забор. Но ни заборы, ни дома, ничто так не изменилось, как люди. Из допроса номерного лакея Узелков узнал, что больше, чем половина тех людей, которых он помнил, вымерла, обедняла, забыто. «А Узелкова ты помнишь?» — спросил он про себя у старика лакея. «У Зелкова, архитектора, что с женой разводится. У него еще дом был на Сверебеевской улице. Наверное, помнишь?» «Не помню-с». «Ну, как не помнишь?» Громкое было дело, даже извозчики все знали. «Припомни-ка!» Разводил его с женой Стряпчий Шапкин, мошенник, известный шулер, тот самый, которого в клубе высекли. «Иван Николаевич?» «Ну да, да!» «Что он, жив? Умер?» «Живо-с, слава богу-с. Они теперь нотариусом контору держат. Хорошо же вот. Два дома на Кирпичной улице. Недавно дочь замуж выдали. Узелков пошагал из угла в угол, подумал и решил, скуки ради, повидаться с Шапкиным. Когда он вышел из гостиницы и тихо поплелся на Кирпичную улицу, был полдень. Шапкина он застал в конторе и еле узнал его. Из когда-то стройного, ловкого, стряпчиво, сподвижной, нахальной, вечно пьяной физиономией Шапкин превратился в скромного, седовласого, хилого старца. «Вы меня не узнаете?» «Забыли?» Начал Узелков. «Я ваш давнешний клиент». «Узелков». «Узелков?» «Какой Узелков?» «Ах!» Шапкин вспомнил, узнал и обомлял. Посыпались восклицания, расспросы, воспоминания. «Вот не ожидал, вот не думал», кудахтал Шапкин. «Угощать-то чем? Шампанского хотите? Может, острец желаете?» «Голубушка моя, столько я от вас деньжищ перебрал в свое время, что и угощения не подберу». «Пожалуйста, не беспокойтесь», сказал Узелков. «Мне некогда. Сейчас нужно мне на кладбище ехать, церковь осматривать. Я заказы взял». «И отлично. Закусим, выпьем и поедем вместе. У меня отличные лошади. Я свезу вас и со старостой познакомлю. Все устрою». «Да что вы, ангел, словно сторонитесь меня. Боитесь? Сядьте поближе. Теперь уж нечего бояться». «Прежде действительно ловкий парень был. Жег мужчина. Никто не подходил близко. А теперь тише воды, ниже травы. Постарел. Семейным стал. Дети есть. Умирать пора». Приятели закусили, выпили и на паре поехали за город на кладбище. «Да, было времечко», — вспоминал Шапкин, сидя в санях. «Вспоминаешь и просто не веришь. А помните, как вы с вашей супругой разводились?» «Уж почти двадцать лет прошло, и небось вы все забыли. А я помню, словно вчера разводил вас. Господи, сколько я крови тогда испортил. Парень, я был ловкий, казуист, крючок, отчаянная голова. Так, бывало, и рвусь ухватиться за какое-нибудь казусное дело, особливо, ежели гонорар хороший, как, например, в вашем процессе. «Что вы мне тогда заплатили? Пять-шесть тысяч. Ну, как тут крови не испортить? Вы тогда уехали в Петербург и все дело мне на руки бросили. Делай, как знаешь. А покойница, супруга ваша, Софья Михайловна, была хоть и из купеческого дома, но гордая, самолюбивая. Подкупить ее, чтобы она на себя вину приняла, было трудно, ужасно трудно. Прихожу к ней, бывало, для переговоров, а она завидит меня и кричит горничной. «Маша, ведь я приказала тебе не принимать подлецов». Уж я и так, и эдак, и письма ей пишу, и нечаянно норовлю встретиться. Не берет? Пришлось через третье лицо действовать. Долго я возился с ней, и только тогда, когда вы десять тысяч согласились дать ей, поддалась. Десять тысяч не выдержала, не устояла. Заплакала, в лицо мне плюнула, но согласилась. Приняла вину. «Кажется, она взяла с меня не десять, а пятнадцать тысяч», – сказал Узелков. «Да, да, пятнадцать, ошибся», – смутился Шапкин. «Впрочем, дело прошлое. Нечего греха таить. Ей я десять дал, а остальные пять у вас на свою долю выторговал. Обоих вас обманул. Дело прошлое, стыдиться нечего. Да и с кого же мне было брать, Борис Петрович? Неужели не с вас? Судите сами. Человек вы были богатый, сытый. С жиру вы женились, с жиру разводились. Наживаливаю пропасть. Помню, с одного подряда дерябнул двадцать тысяч. С кого же и тянуть, как не с вас? Да и, признаться, зависть мучила. Вы ежели хапните, перед вами шапки ломают. Меня же, бывало, за рубли и секут, и в клубе по щекам бьют. Ну, да что вспоминать. Забыть пора. Скажите, пожалуйста, как потом жила Софья Михайловна? С десятью тысячами-то плохисиме. Бог ее знает, азарт ли на нее такой напал, или совесть и гордость стали мучить, что себя за деньги продала. Или, может быть, любила вас. Только, знаете ли, запила. Получила деньги и давай на тройках с офицерами разъезжать. Пьянство, гульба, беспутство. Заездят с офицерами в трактир. И не то, чтобы портвейнцу или чего-нибудь полегче, а норовит коньячищу хватить, чтобы жгло, воду репросало. Да, она эксцентричная была. Натерпелся я от нее. Бывало, обидится на что-нибудь и начнет нервничать. А потом что было? Проходит неделя, другая. Сижу я у себя дома и что-то строчу. Вдруг отворяется дверь и входит она. Пьяная. Возьмите, говорит, назад проклятые ваши деньги. И бросила мне в лицо пачку. Не выдержала, значит. Я подобрал деньги, сосчитал, пятисот не хватило. Только пятьсот и успела прокрутить. Куда же вы деньги девали? Дело прошлое. Таится незачем. Конечно, себе. Что вы на меня так поглядели? Погодите, что еще дальше будет? Роман целый. Психиатрия. Это к месяца через два прихожу я однажды ночью к себе домой пьяный, скверный. Зажигаю огонь, гляжу, а у меня на диване сидит Софья Михайловна. И тоже пьяная, в растрепанных чувствах. Дикая какая-то, словно из бедлама бежала. Давайте, говорит, мне назад мои деньги. Я раздумала. Падать так уж падать как следует. В засос. Поворачивайтесь же, подлец. Давайте деньги. Безобразие. И вы дали? Да, помню, десять рублей. Ах, ну можно ли? Поморщился Узелков. Если вы сами не могли или не хотели дать ей, то написали бы мне, что ли? И я не знал. А? И я не знал. Голубчик мой, да зачем мне писать, если она сама вам писала, когда потом в больнице лежала? Впрочем, я так был занят тогда новым браком, так кружился, что мне не до писем было. Но вы, частный человек, вы антипатии к Софье не чувствовали, отчего не подали ей руки. На теперешный аршин нельзя мерить, Борис Петрович. Теперь мы так думаем. А тогда совсем иначе думали. Теперь я ей, может быть, и тысячу рублей дал бы, а тогда и те десять не задаром отдал. Скверная история забыть надо. Ну вот и приехали. Сани остановились у кладбищенских ворот. Узелков и Шапкин вылезли из саней, вошли в ворота и направились по длинной широкой аллее. Оголенные вишневые деревья и акации, серые кресты и памятники серебрились инеем. В каждой снежинке отражался ясный солнечный день. Пахло, как вообще не пахнет на всех кладбищах. Ладаном и свежевскопанной землей. Хорошенькое у нас кладбище, сказал Узелков. Совсем сад. Да, но жалко, воры памятники воруют. А вон за тем чугунным памятником, что направо, Софья Михайловна похоронена. Хотите посмотреть? Приятели повернули направо, по глубокому снегу направились к чугунному памятнику. «Вот тут», — сказал Шапкин, указывая на маленький памятник из белого мрамора. Прапорщик какой-то памятник на ее могилке поставил. Узелков медленно снял шапку и показал солнцу свою плеж. Шапкин, глядя на него, тоже снял шапку. И другая плеж заблестела на солнце. Тишина кругом была могильная. Точно и воздух был мертв. Приятели глядели на памятник, молчали и думали. «Спит себя», — прервал молчание Шапкин. И горя ей мало, что вино она на себя приняла и коньяк пила. «Сознайтесь, Борис Петрович». «В чем?» — угрюмо спросил Узелков. «А в том, как не противно прошлое, но оно лучше, чем это». И Шапкин указал на свои седины. Бывало и не думал о смертном часе. Встреться со смертью, так кажется, десять очков вперед дал бы ей. А теперь, ну да что. Узелковым овладела грусть. Ему вдруг захотелось плакать. Страстно, как когда-то хотелось любви. И он чувствовал, что плач этот вышел бы у него вкусный, освежающий. На глазах выступила влага и уже к горлу подкатил ком. Но рядом стоял Шапкин. И Узелков устыдился малодушествовать при свидетеля. Он круто повернул назад и пошел к церкви. Только часа два спустя, переговорив со старостой и осмотрев церковь, он улучил минутку, когда Шапкин заговорился со священником и побежал плакать. Подкрался он к памятнику тайком, воровские ежеминутно оглядываясь. Маленький белый памятник глядел на него задумчиво, грустно. И так невинно, словно под ним лежала девочка, нераспутная, разведенная жена. Плакать. Плакать, думал Узелков. Но момент для плача уже был упущен. Как не мигал глазами старик, как не настраивал себя. А слезы не текли, и ком не подступал к горлу. Постояв минут десять, Узелков махнул рукой и пошел искать Шапкина. Спасибо за ваше внимание. Если вы дослушали рассказ до конца, пожалуйста, оставьте в комментариях огонечек, сердечко или любой другой смайлик. Так я пойму, сколько людей дослушало до конца. Для меня это очень важно. Предлагаю не прощаться, а послушать какой-нибудь другой рассказ на моем канале. Приятного вечера. Приятного вечера.